Всем привет! Сегодня я хотела бы с вами поговорить о коже. Я только на пути принятия себя, но у меня уже есть несколько лайфхаков, которыми я бы хотела с вами поделиться. Мои проблемы лица это птоз с зажатой мышцей и точечный псориаз, который возникает, естественно, из-за еды. На мне сейчас совсем нет тона, это достаточно тяжело. Когда на тебе нет тонального средства, морально, по крайней мере, собраться с тем и выйти так на улицу, я хочу поделиться своими лайфхаками для того, чтобы приблизиться к ровному тону лица или сделать так, чтобы ты мог выйти на улицу без тональной основы. Так, стоп! Я очень люблю краситься, но хочу, чтобы макияж я могла гордо носить, а не прятаться как под маской. Я не противник тональной основы, сторонник естественной красоты, но я люблю это настолько же сильно, насколько и люблю краситься. Сейчас моя кожа выглядит вот так. Не обязательно сразу отказываться от тональной основы, можно делать это постепенно. Какой-то ритуал и уход за лицом у вас обязательно должен быть. Например, я использую SPF-крем, он немножко отбеливает кожу и, конечно же, защищает от ультрафиолетового излучения. Оно же фотостарение и, в моем случае, веснушки и пигментация. Я наношу по корейской методике на два пальца, все распределяю между руками и снимаю остатки на шею. Учеными доказано, что красный цвет делает нас привлекательнее. Я не беру все оттенки красного, они мне не все идут. Розовый тинт на губах может визуально улучшить цвет лица, потому что он добавляет яркости и свежести. Такие оттенки, как ярко-красный или ярко-розовый, привлекают внимание к губам. Они могут отвлечь внимание от недостатков кожи, таких как пигментные пятна. Для наилучшего эффекта лучше выбирать тинт, который подходит именно вам и подчеркивает преимущество вашего цвета кожи. Я миксую розовый и темно-бордовый. Самое главное выбрать оттенок, который вам нравится и в котором вы чувствуете себя комфортно. Восьмичасовой сон. Регулярный и качественный сон – это один из самых простых эффективных способов заботиться о своей коже. Во время сна наша кожа проходит процесс регенерации клеток. Организм активно восстанавливает и обновляет клетки кожи. И самое главное, во время сна наш организм вырабатывает коллаген, который является компонентом кожи и отвечает за ее упругость и эластичность. Йога для лица. Не любая мимическая активность создает складки на лице. Я начала ее делать совсем недавно, поэтому результаты не так заметны на моем лице. Но я уже достаточно давно, несколько месяцев, занимаюсь спортом. И поэтому хочу вас тоже привлечь к любой активности. Это легко сказать, но достаточно трудно сделать. Я все понимаю. Сами там были. Йога для лица – это уникальная практика, которая действительно помогает укрепить мышцы лица, улучшить циркуляцию крови и придать вашей коже здоровый и молодой вид. Давайте начнем. Я раскладываю свой йога-коврик и разогреваю верхнюю часть туловища. На моем опыте я поняла, что работа с осанкой намного важнее для четкого овала лица, поэтому я много времени уделяю плечевому и грудному отделу. Я убираю спазм с мышц шеи. Точно так же можно делать сидя за компьютером. В какой-то степени так даже удобнее. Можно включить туториал по йоге для лица и сразу же повторять упражнения, которые показывает мастер. Упражнения я выбираю для своего типа лица, растяжку мышц, их расслабление и вывод жидкости. Также я помогаю себе глубоким дыханием. Это помогает расслабить зажимы, которые находятся у нас внутри. Не устану повторять о важности растяжки шеи. Я избирательно подхожу к тем упражнениям, которые я беру из йоги. Главное не повторять те туториалы, где много мимики или слишком люди трут лицо. Это значит, что они его просто не любят. Визуально стянуть поры мне очень помогло хорошее очищение. Есть продукт, который может полностью изменить ежедневную рутину очищения кожи. Я говорю о гидрофильном масле. Оно не только не нарушает естественный барьер кожи. Также, когда вы наносите масло на сухую кожу, массируете его, оно начинает растворять масло и загрязнения, которые накопились в порах. Затем, когда я все смываю водой, оно превращается в молочную эмульсию, которая легко смывается вместе с загрязнениями. После я умываюсь пенкой, наношу крем и наслаждаюсь чистой кожей. За здоровую сияющую кожу отвечает степень ее увлажненности. Конечно, есть природные данные и склонность к одному или другому типу, но все можно исправить. Основное для меня правило – это увлажнение пространства, в котором я нахожусь. Пить действительно больше воды, можно добавлять в нее лимон, а также использование бьюти-штучек типа масок и постоянный уход, которым я пользуюсь. Линейка Hydra Essential от Clorans – настоящая водяная бомба. Она состоит из дневного и ночного ухода. Подходит всем возрастам, независимо от типа кожи, потому что главное направление – это ее увлажнение. В дневном уходе есть несколько текстур. Для разных видов кожи есть легкая эмульсия, матирующий гель и кремы с разными текстурами – от легкой до насыщенной. Есть даже версия с SPF. Обновление данной линии коснулось и состава. Теперь в него вошла двухмолекулярная гиалуроновая кислота, а также остался органический экстракт оланхоя. Как я использую? Я наношу утром и вечером, предварительно разогрев горошину крема в руках, распределяя по лицу легкими надавливающими движениями. Я увлажняю лицо теперь постоянно. Аксессуары забирают внимание на себя. Говорят, что королева Елизавета специально надевала камни и дорогие украшения, для того, чтобы отвлечь внимание себя немножечко на вот это вот богатство, которое на тебе висит. Факт, который помогает вам переключить внимание своего собеседника на веселые погремушки. Вообще, если вы любите заниматься своим собственным стилем, у вас творческий склад ума, то я бы порекомендовала вам курс графического дизайна от школы контента. Курс «Графический дизайнер с нуля до про». Преимущество этой профессии – востребованность, работа из любой точки мира, разнообразие карьерного пути. Ну и работа на самом деле подходит как креативщикам, так и технарям. В этом курсе фокус идет на практику. Вы освоите инструменты дизайна, такие программы, как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Motion Design и 3D, After Effects и Cinema 4D. У вас будет целая комьюнити контента, в котором вы будете общаться и обмениваться знаниями. Разные тарифы обучения. Школа работает по образовательной лицензии, поэтому бояться ничего не стоит. Обучение включает стажировки и практику на реальных дизайн-проектах. А по моему промокоду K вы получите скидку 45% на любые тарифы обучения. Подарок идет курс по английскому языку для дизайнеров. Может быть, вам нравится рисовать, или вы себя еще только познаете. После того, как я закончила школу, я не знала, чем я хочу заняться. И, конечно, мой выбор пал на то, чем занимались мои родители, а моя мама парикмахер. И я начала работать в этой сфере. Возможно, это полностью развернет вас в другую сторону. Эту профессию можно использовать как базовую, на которую наслоить остальные профессии творческого спектра. В любом случае, это расширяет ваш кругозор. Это не совсем связано с лицом, больше связано с нашим ментальным здоровьем, которое напрямую, собственно, наша кожа, отражает наше ментальное здоровье. Господи, да, я это говорю. Я душнила. Что делаю я? Я не скажу, что я помешана на медитациях. Мне нравится зажигать палочки и концентрироваться на себе. Мне как-то провел медитацию мой друг Федя, после чего я заметила, что у меня ушло много зажимов, в том числе с лица. Поэтому, если есть такая возможность, используйте живого человека для того, чтобы он провел вам первую вашу медитацию, или также можно найти ее в интернете. Я использую загар на все тело, а также кистью я прохожусь по лицу, по вот этой вот периферийной зоне. Это также помогает мне меньше использовать тональную основу. Что ж, это были все советы, как начать ходить с чистой кожей. Я не знаю, кому-то, может быть, это будет актуально. Для меня это лично эксперимент. И я делаю такое периодически, для того, чтобы отдохнуть от макияжа. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.